Ежегодно в рамках ДКД «Инвалидов» Дом культуры «Дружба» проводит праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. 7 декабря в его уютном зале вновь собрались люди, которые, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, не теряют оптимизма и жизнелюбие. Мы пригласили наших членов общества на мероприятие. У нас ДКД «Дружба» предоставила нам помещение, концерт предоставила, мы столы накрыли, чаепитие и всех пригласили на это мероприятие. Собравшихся приветствовал глава города Заречного Олег Климанов. Он отметил важность деятельности городского общества инвалидов. Оно помогает людям с ограниченными возможностями здоровья самореализоваться, найти применение своим умениям и талантам. Администрация города со своей стороны старается способствовать этому, в том числе в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда». В результате совместных действий уже многого удалось достичь. В качестве примера Олег Климанов привел приобретение городом низкопольных автобусов и создание реабилитационного центра для детей-инвалидов. Глава города заверил, что и в будущем в Заречном будут заботиться о комфортном проживании людей с ограниченными возможностями здоровья. В декабре месяце в городе у нас дается дом 145-квартирный для очередников наших, которые стоят в социальной очереди. И мы уже знаем, что в первом подъезде будет жить инвалид. Мы предусмотрели электрический подъемник, который создаст условия для этого человека, чтобы беспрепятственно уезжать на своей коляске на улицу. В этот день на сцену Дома культуры и дружбы вышли лучшие творческие коллективы города Заречного. Они подарили гостям яркие номера и создали праздничное настроение. Очень хороший концерт, отличный, можно сказать, для нас, для инвалидов и пожилых людей. Это как бы заряд энергии. После концерта гости праздника смогли пообщаться с близкими и друзьями за чашкой горячего чая. Лада Орлова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...